Водосточные системы Альтопрофиль Важным элементом кровельной системы является грамотный водоотвод. Его отсутствие приводит к повреждению фасада и цоколя, а также быстрому износу фундамента. Водостоки Альтопрофиль долгие годы сохраняют свои свойства и имеют ряд преимуществ. Это незначительный вес, легкость монтажа, устойчивость к коррозии и, конечно, доступная цена. Вы можете выбрать одну из двух коллекций водосточных систем. Стандарт для сбора небольшого количества вод или Элит для установки на кровли с большой площадью. В этом видеоролике мы покажем, как легко и быстро можно установить водосточную систему. Более подробная информация содержится в инструкции на нашем сайте www.altodefizprofil.ru в разделе «Справочный центр». Водосточная система Элит состоит из нескольких элементов. Желоб для сбора и отвода осадков с поверхности крыши. Желоб имеет большой диаметр – 125 мм. Внутренняя часть белого цвета предохраняет этот элемент от чрезмерного нагревания, а специальные ребра жесткости – от деформации. Кронштейн предназначен для крепления желоба к лобовой доске. Заглушка устанавливается на конечных участках желоба. Она универсальная и может быть использована как с правой, так и с левой стороны. Муфта желоба понадобится для соединения отдельных желобов в единую систему. Соединение муфты и желоба является герметичным благодаря специальным резиновым уплотнителям. Воронка обеспечивает направленное перетекание воды из желоба в водосточную трубу. Водосточная труба отводит осадки и талые воды на землю или в дренажную систему. Благодаря прочному материалу и оптимальному диаметру она выдерживает довольно большие потоки воды. Кроме того, труба обладает достаточной эластичностью, поэтому она не придет в негодность, даже если в ней замерзнет вода. Муфта трубы соединяет трубу с воронкой или трубы между собой. Для обхода выступающих частей фасада необходимо использовать колено трубы. Этот элемент также используется для перехода от желоба к трубе, если они находятся не в одной плоскости. Хомут трубы прочно и надежно фиксирует трубу на стене. Слив предназначен для отвода воды из водосточной системы. Для того, чтобы обойти углы здания, вам понадобится угол желоба или регулируемый угол, который позволит соединить два желоба под углом от 120 до 145 градусов. Водостоки устанавливаются после того, как стены здания облицованы фасадными панелями или сайдингом. Монтаж водосточной системы, как мы уже сказали, довольно прост. Первым делом на лобовую доску устанавливаются кронштейны. Именно они являются основой для крепления желоба. Запомните важное правило. Желоб всегда устанавливается под небольшим уклоном для того, чтобы задать течение воды в сторону воронки. Для этого вначале мы закрепили два крайних кронштейна. Один из них закреплен на несколько сантиметров ниже. Затем между ними мы натянули бечевку. Она будет являться уровнем для установки остальных элементов. Кронштейны должны располагаться на расстоянии не менее 50 сантиметров друг от друга. Если в вашем регионе бывают обильные осадки, выбирайте меньшие расстояния. И еще один важный момент. В местах, где установлены муфты желоба или воронки, кронштейны должны располагаться в непосредственной близости с обеих сторон элементов, поскольку именно в этих местах система испытывает наибольшие нагрузки. В закрепленные кронштейны вставляется желоб. Чтобы определить нужную длину, измерьте расстояние между крайними кронштейнами и прибавьте 10 сантиметров. Отрежьте необходимую часть желоба с помощью болгарки. По краям установите заглушки. Напомним, этот элемент является универсальным и может быть использован как с правой, так и с левой стороны желоба. Как вы видите, желоб довольно просто вставить в кронштейны. Это можно сделать руками. Но чтобы облегчить задачу, мы рекомендуем использовать любой плоский металлический предмет. Следующий этап монтажа водосточной системы – установка воронки. Важно закрепить ее на желобе полностью, таким образом, чтобы расстояние до краев желоба составляло не менее 10 сантиметров с каждой стороны. Далее в желобе необходимо вырезать отверстия для слива воды в трубу. Как правило, лобовая доска является выступающим элементом. А поскольку водосточная труба крепится непосредственно к стене, то нужно состыковать ее с закрепленным желобом с помощью колена. Для монтажа системы на этом здании мы использовали два колена трубы в 67 градусов. Верхняя часть колена вставляется в воронку. С другой стороны крепится муфта. Далее необходимо замерить расстояние между коленами для того, чтобы отрезать часть трубы нужной длины. Теперь можно переходить к монтажу водосточной трубы. Чтобы определить ее длину, измерьте расстояние от колена до предполагаемого места крепления слива в нижней части здания. Отрежьте ненужную часть с помощью болгарки. Затем в нижнюю часть трубы установите слив, а верхнюю часть вставьте в колено. Последний этап – крепление трубы к стене. Это делается с помощью хомутов. В случае установки водосточной системы на фасадные панели, благодаря их внушительной толщине, хомуты можно закреплять в абсолютно любом удобном месте. Главное – установить их строго вертикально с помощью уровня на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. В завершении монтажа прикрепите саморезами слив к трубе для надежной фиксации. Водосточная система установлена. Теперь вы можете быть уверены в том, что стены и фундамент вашего дома надежно защищены. Для того, чтобы эта защита была максимальной, мы рекомендуем установить систему поверхностного дренажа. Подробно о ней читайте на нашем сайте www.altodefisprofil.ru. Там же в разделе «Справочный центр» вы найдете подробную инструкцию по монтажу водосточной системы.